Дорогие друзья, зрители канала Заключительная серия Крайняя, скажем так Так, встретиться с Трисом У нас, кстати говоря, этот квест продолжается В прошлой серии мы помогли чародеям Ну там, не чародеям, сына спасли Аристократки, да И, видимо, надо сейчас встретиться Дальше будем в Номиграде еще это делать Разруливать Но я предлагаю первым делом, раз мы рядом с Аксинфуртом Вот, враг народа Рассказать Родовиду Про Филиппу Мы, конечно, сдавать ее не будем Там посмотрим по вариантам диалогов, да Раз мы уже решили поддержать Ложу чародея Ну и, соответственно, увидимся мы уже с вами Наверное, это завершающий этап Скажем так В этом году Увидимся уже в следующем Будем дальше совершать подвиги Игровые наши Естественно, Ведьмачок продолжаем Ну и там подберем Проектов много намечается Проектов намечается много И Аутласт второй, и Резидент зацепим Так, перемещаемся Ну и, конечно, будем чуть позже проходить Не сразу И вообще, знаете, что у меня мысль возникла У меня там Я раньше для себя брал, когда ГТА-ш пятый Вроде как Там частично мы прошли Сталкер подождет, сразу говорю Сталкера много На других каналах Там, кому интересно Смотрите Немеренное количество Все на Сталкере У нас Другой чуть-чуть подход Сейчас отдыхаем От него И в следующем году Тоже продолжим Поэтому Я посмотрю Там надо будет Допройти кое-что Во-первых Вернемся, наверное, и к Фолучу третьему Да вообще к Фоллауту К этому проекту ГТА надо будет добить Ну и плюс ряд новых Там посмотрим Как по времени Все это совместить Мне Так, ладно Сейчас переключаемся На игру Завершающий наш Забег В этом году Поговорим с Родовидом Возвращаемся В Новиград И продолжаем Квест Стрис Так, хорошо Как же мне сейчас Его обмануть, а? Как же нам Его с вами обмануть? Что ты здесь ищешь? Я хочу увидеться С королем Поделать не буду Да я думаю Диалог будет необходим Иди за мной Только без резких движений Я за тобой Слежу Ведьмак Есть успехи Ты нашел Эйхард? Во Думаю, она Мертва Пытается восстановить Зрение Незачем ему Говорить Она действительно Пряталась там Где сказали Твои люди Но я опоздал К счастью или нет Трудно сказать В ее убежище Произошел пожар Скорее всего Филиппа погибла В пламени Подходящий конец Для ведьмы У тебя есть доказательства? Нет Да, кстати говоря Доказательства нет Да Ну само собой Ничего ценного От него Стоит не ожидать Нам Не Не стоило ожидать Ничего Никакой награды Раз мы уже выбрали Такой Путь Да, в пользу Ведьм Естественно Там уже смотрите Отдельно от вас Я вообще хочу Сказать одно То что Одного прохождения Для этой игры Недостаточно Ребят Я думаю Всем уже стало Это понятно давно Вообще Никак недостаточно Чтобы все нюансы Все это Для себя уяснить Мир Ведьмака Так сказать Познать Это надо раза два Три точно его пройти Отдельно потом Уже играя То что я сейчас Прохожу Это понятно Для канала Потом можно будет Если у меня конечно Время Я бы еще Отдельно для себя Его прошел Так что Имейте ввиду Так Мы сейчас Наверное Переместимся Не буду я Пользоваться Лошадку Тем более Дорогу От Аксимфурта До Новиграда Мы более или менее Изучили Поэтому Сразу перемещаемся В Новиград И продолжаем Встретиться С Трис У нас Квест по чародеям Не закончен Я так понял То что мы Альберту Этому Вигельбуду Помогли Это один Из Получается Из чародеев Да Там наверное Сейчас в Новиграде Надо будет Так же Поспособствовать Так Бандиты Нередко Берут Заложников Вот эти советы Надо все это читать Тут очень ценные Хорошие советы Даются Ну а насчет То что в новом году Да Много планов Конечно На все бы это время Найти Понимаете Планы Они всегда Грандиозны Но при нашем Так сказать Моем подходе Естественно Времени Никогда не хватает На все это дело Поэтому Максимум Два Прохождения Естественно Ведьмака Мы с вами Продолжим Это однозначно Там он еще На год затянется Это я вам гарантирую С нашим подходом Мы неспешно Проходим Да Соответственно Смотрите А тут Какая-то сходка Давайте посмотрим Завали хлеба Народ Стритом В очередь Выстроился Не пускает Видимо В Новиград Что ли Ну-ка Послушаем Так что Будем там Смотреть Как нам Лучше Маневрировать В следующем году Как и игры Проходить Что подтверждает Что ты не чародей Аааа Смотри Тут грамоту Он требует Нет у меня Такой грамоты Зачем Видите Без грамоты Никак Как грамоту Получить Да Сперва Делаешь Пожертвование В пользу Церкви Потом За тебя Должны Поручиться Трое Этого Пропусти Вот его Документы О бородатый Нарисовался Замечательно А че это Он мне Помог Странно Ааа Дистра Поспособствовал Ну Великолепно Всем Уполномоченным Лицам Настоящим Подтверждаю Что Предъявитель сего Имеет право Входа в вольный Город Новиград И выхода из него По собственному Усмотрению В любое время Суток И беспокоить его По данному вопросу Не стоит Видите как Все герои На нашей стороне У него еще Есть свои заботы Он не сколько На нашей стороне Какие то планы На Геральча Да Какие то планы На Геральта Однозначно То есть С ним еще Работа не закончена Так Все Сейчас Ктрис Быстро Добиваем квест Сдаем Возможно И посмотрим Может даже Наверное Сейчас К нему Стоит Заехать К Сигерой Правильно Блин я еще Как назло Простыл Под Новый Год Свегонца Там По голосу Наверное Слышите Ребят Так А это Страшники Ага Они уже Выщемляются Трити Повсюду ищут Трис Так Как же нам Мечами Голову Посносить Или договоримся Договоримся Навряд ли Мы договоримся Что здесь творится Грязно В городе Так мы Вот Прибираемся Ага Что морду Кривишь Будто босиком В говно В лес Проваливай Отсюда Да Судя по всему Мы уже Не договоримся Не дай Не хочу Если не договариваться Повежливей Радуйся Что в морду Не получил Собака Держи его Сейчас я ему Покажу Где его место Так Хорошо ребят По одному только Давай Акси Я вам продемонстрирую А то Постоянно Только огнем Пользуемся Акси Тоже хороший знак В каком плане Конечно С ним Проще Воевать Гораздо Проще Видите Да Что творится Он просто Их шинкует Направо И налево Этими Автоматическими Фаталити Добивающими Это я вам уже говорил По этому поводу Что Достаточно просто Воевать Особенно если Со спины Подходишь Видишь Смотри Оп И сразу же Добиваешь Но Для разнообразия Я вам продемонстрирую Да Потому что Многие С этой игрой Не сталкивались Хотя бы Чтоб видели Все знаки Продемонстрирую Как он ими Взаимодействует С этими знаками И арт Попробую В свое время Чтоб вы хотя бы Представление имели Кому интересно Понимаете Да А так конечно В основном На огонь У меня Упор Огненный знак Акси тут вообще Курорт Видели Да Пару Манипуляций Руками Затуманивает сознание И добиваешь Вообще Проще паренной репы Так сказать Воевать с ними Но он не всегда добивает В зависимости от силы Противника От его уровня Там если помощнее Он бы так его не добил Так все слушаем В чем дело В чем дело Залезал охотника Под наши двери Спрашивай В чем дело Надо наверное Было договориться Да Дело можно спрятать Да Ну Гера как обычно Успокойтесь Мы втянули вас В историю Это правда Но мы можем Вас как-то отблагодарить Отдавай жерель Ей проваливай отсюда Слушай старая Что-то ты кукарекаешь Слишком дерзко Я тут чай попиваю Если там не обращайте Внимание Мне для горла полезно Ладно все Не кукарекай Давай быстро Разрешим вопрос Трис Мне надо к Сиге ехать К Сигерой вину Я бы сказала Что ты злишься Злюсь Да ты им и так проплачивала За жилье Что ты переживаешь Но они заслужили это ожерелье Они очень рисковали Давая мне убежище Ну с одной стороны Правильно Кукарекаешь Так я обеспокоился Тебе Они рисковали Но за щедрую плату Тоже верно Рисковали Это правда Но за щедрую плату Да Но они могли взять деньги И выдать меня охотникам А они этого не сделали По новиградским меркам Да мне не понравилось Просто как это старое Попросило В кавычках Попросило О жерелье Слышали да? Но у меня на нее нет времени Сам видишь Что творится в городе Давай О жерелье И вали отсюда Ну что-то как-то дерзковато Так ладно Забудьте об остальных А ну-ка Идеальный момент Для дискуссии О морали Начнем с обозначения Краниц альтруизма То есть будем сейчас Помогать Я уже понял Будем помогать Дальше Да конечно не смог Это я так Диалог просто уточнил Он же не отмечен Как основной Видели Можно их спрашивать Эти диалоги Которые не основные Да сейчас я Сейчас разрули Так Да Как я могу Судя по всему Ребят Продолжаем Квест сейчас Еще в Новиграде На целую серию Застряем Надо как можно Быстрее Привезти чародеев В порт И посадить на корабль Но Бертольд И Аниса До сих пор Не появились Ага Бертольд И Аниса Кто такие Наверное Спросим Бертольд И Аниса Кто это Молодая пара Он алхимик У него была лавочка В Золотом Городе Она училась В Аритузе А боюсь Что люди У которых они скрывались Донесли на них Видишь Мне еще очень повезло С хозяевами До порта Вы так просто Не дойдете На улицах стража Поэтому по улицам Мы не пойдем В случае трудностей Мы должны были Все встретиться В Зимородке Там из подвала Можно спуститься В каналы А они говорят Ведут до самой пристани Я знаю Новиградский канал Ну ясно Короче Сейчас мы будем Продолжать Подвиги с чародеей Только теперь уже В Новиграде Я хотела тебя попросить Найди выход К докам Проложи дорогу Для остальных И как можно быстрее Потому что охотники Пронюхают про наш план В любую минуту Теперь понимаешь Мою дилемму? Да Помочь двоим Рискуя эвакуацией Остальных Или сразу Идти в Зимородок Бросив этих На верную смерть Что мне делать Геральт? Ага То есть Вариант развития Ну даже Не знаю Не знаю Ребят Надо помочь Аниси и Бертольд Да Этот вариант Вычеркнуть их И забыть Это жестоко Хорошо Но надо идти сейчас же Время не ждет Веди Где убежище? Недалеко В обрезках А сейчас Нельзя обращать на себя Внимание Да Смотрю Я на свою броню Ребят И думаю Что пора бы Нам заняться С вами поисками Сетов Устал я уже От этой Грифоновской Лабуды Честно вам скажу Не Она неплохая С одной стороны И смотрится В принципе Но Надо как-то Менять Да Оружие Что-то мы уже Чересчур долго В ней двигаемся Ну там уровни Не забывайте Конечно все хотелось бы найти Так Тихо Все хотелось бы найти Но там слишком высокие уровни На другую броню Там 20-й 23-й Помните мы смотрели Так Стража Стража Надо щемиться Аккуратно прятаться И не вылазить Да Лишний раз На глаза не попадаться Чтоб не провалить задание Тут же задание Также можно провалить Вы уже поняли Да Так Ну что роднуля Вроде тишина Пойдем далее Это они Как я и говорил Зараза Чародей этот Ебаный Его девка Там что-то происходит Ага Сразу масляцо Накладываем Там видимо храм Уже Выбивает информацию У местных Жителей Взять их Нет Умоляю вас Мы ничего не сделали Как же как же Сейчас 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 А моя награда Мерегонь Попережи что умеет Видите как Все в сборе Поехали Ну раз аксием начали В эту серию работать Да Давайте Уже У меня кстати Второй уровень По-моему Да я его Прокачал Этого знака В принципе 160 оп Да неплохо Да Вы в порядке Можете идти Да Да Я никуда отсюда Не двинусь Я не так глуп Бертольд Ты видела Что творится На улице Нас поймают Прежде чем Мы дойдем До порта Поймают И убьют О Знак Используем Он так же дает опыт Поэтому Пойдем Сейчас же Пойдем Спасибо Все Уболтали Чудака Сейчас Дорогая Сейчас Моя родная Побежи Ох ты Там какой-то Клинок Фамильный Я снял Видели Да У командира Да Тут Обычный Меч Охотников А там Клинок Фамильный Однозначно Редкий Какому-то Ему Семейная Реликвия Досталась Правильно Давай Посмотрим Гвестаг Кстати Плюс 4 Его если еще Починить Ну давайте Попробуем Вот о чем Грифоновский Я уже говорил То что будем Разное оружие Юзать Да Почему бы Не такой Типа Пиратский Опять же Клинок Однозначно Фамильная Реликвия Там От деда Достался Гвестаг Командир Стражи Да Не повезло Тебе На пути Встретить Герасима Конечно Ну неплохой Такой Посмотрим Как в деле Работает Орудует Сейчас еще На него Наверное Надо будет Маслица Наложить Да Арбалета Мы практически Не пользуемся Это у нас Для мутантов Для различных Монстров Там Драконидов Чтоб сбивать Потому что Нет смысла Ребят Там Его можно Прокачивать Максимально На людях Конечно Но там Нецелесообразно В каком плане Когда они Толпой бегают Пока ты там Будешь перезаряжать А не моментально Основное Основной Так сказать Упор у нас На бомбы Различные При скоплении В значительном Скоплении Людей Вот этих Неписи Основной Упор на бомбы Вы уже обратили Внимание Там с арбалетом Это будем Пользовать Юзаем Против различных Мутантов Которых Взбиваешь В процессе Его на зиме И добиваешь Очень хорошее Тасать Это да Оружие Для этих дел А так Против противников Я имею в виду В процессе боя Неудобно им пользоваться С людьми С этим арбалетом Он тем более Там немного снимает У нас все таки Уровень насмерти Там самый максимальный Уровень боли Так сказать И страдания Там ты много Не навоюешь С этим арбалетом Поэтому используем Естественно Бомбы И мечи Арбалет Для этих Летающих Тварей Всяких Ну там Смотрите Это я вам просто Как бы Комментирую Да Свой подход То что я прокачу На что я упор делаю Там смотрите Кто как сам играет Можете использовать Ну я вам говорю То что Гораздо удачнее Будут использовать Различные бомбы Ладно Давайте послушаем Чем арбалет Я уже это просто Для себя выводы сделал Как крысы Ты могла бы остаться Ты то справишься Но вот остальные Без меня Нет Ну трис у нас Милосердная Помогает чародеям Да Добрый нрав Конечно Мне она понравилась Больше чем Йеннифер Но с Йеннифер У нас не было Таких еще Взаимоотношений По квестам Чтобы не Раскусить персонаж Характер ее Понять Понимаете Тоже мы что В начале серии Выпусков с ней Пообщались Он переспал Потом пару встреч В белом саду И все на этом Но я уже понял Для себя Изюминку Характер Она более Такой у нее Своенравная Девушка Понимаешь Ее уговорить Будет сложнее Нежели Трису болтать Так что Ну и вообще Внешний вид Мне Больше нравится Как выглядит Трис Чем Йеннифер Я просто К чему это говорю Кто думает Зачем он Об этом говорит Дело в том Что я уже узнал Тут действительно Ребят Целый роман Можно крутить Уже каждый Для себя Отдельно выбирает Кто с Трис Кто с Йеннифер Это кстати на общую цепочку Развития квестовую Влияет Какой ты выбор Делаешь Плюс Ну такие нюансы Что Так тихо Дополнение кровь И тусэнд Можно будет даже Пригласить одну из них Я уже все узнал Ну то есть квесты Я не смотрю Вы не думайте Что там как Проходение Ну всю информацию Так чтобы нам знать Не тупить там Как что Какие развития Мне просто интересно было Это же мир ведьмака Тут по этому миру Целые книги написано Интересно же Правильно Узнать Что и как вообще Какие взаимоотношения Раньше у них были В прошлом И так далее Поэтому я для себя Для себя уже Это все уточнил Все работает Давайте Пошинкуем Быстро страж А мы судя по всему Холера Мы слишком задержались Нет Мы спасали двух человек Да А ребят И сертификации Седьмого Седьмого Чародеев Так что не только Чародеев Анису и этого Бертольда Бертольда Будем спасать Тут вот еще ряд Чародеев Так что все в порядке Ребят Все в порядке Давай послушаем Что там у них случилось Ждут помощь А корабль Нам же надо Так хорошо О Сиги нарисовался Кстати Я хотел заехать Ну тоже помогает Видишь Это тут без разницы Что спрашивают Давай этот вариант У него своя выгода Естественно А только чародеев Кроме того Хорошо иметь друзей В Ковере Особенно При дворе Короля Танкреда Трис будет говорить Позже все расскажу Мы долго Медлили с побегом Пока убедились Что в Ковере Нас примут Пока раздобыли Деньги на оплату кораблей Пока нашли капитана Которому можно доверять Мы ждали Слишком долго Больше времени нет Мы должны Покинуть Новиград Сегодня же Это безумие Охотники Стоять на каждом углу Значит мы пойдем В порт Каналами Только сперва Геральт Найдет для нас Безопасный путь Нас все равно Достанут Вот увидите Достанут И убьют Ну сейчас По канализациям Будем двигаться Ребята Мы умрем достойно В оружии в руках Они на костре Моля о пощаде Так Да Я спущусь в каналы Если что Я буду вас защищать Давайте Так На мою помощь Вы тоже можете рассчитывать Да В помощь Реданского шпиона Саглядата Родовида Ну Это было давно Ты воспитал От этого безумца Ты научил его убивать Ты Не время сводить Старые счеты Дискуссия окончена Я спускаюсь в каналы Когда я подам знак Что путь безопасен Пойдете по моим следам Ни в коем случае Никуда не сворачивайте Я пойду с Геральт А ты Дикстра Отправляйся в порт И проверь Все ли в порядке с кораблем Непременно Встретимся на месте Отлично Я надеюсь Кстати говоря Не ожидал Что такое продолжение Квеста этого ждет Думал Задим там по-быстрому Целая линейка Намечается Надо зачистить Скорее всего Понятно Сейчас зачистим каналы Чтобы всю толпу провести Там Аэроутопсов погонять Может еще какие-нибудь Мутанты новые появятся Ладно Сейчас соберем Осмотримся Видишь Как многому народу Так что там Мы вариант выбрали один Другой Получается В любом случае Спасаем Достаточно много толпы От зла Избавь Идиот А тебя какая муха укусила Ты не понимаешь Это из-за твоих богов Нас хотят сжечь Из-за религии Да Религия принесла Много горя и страдания На почве религиозных Различных идей Миллионы и миллионы жертв Были принесены Людские В жертву Вообще Не будьте Идеологически Так сказать Подвержены Фанатиками Какой-либо Идеологии Золотая середина Ребят Золотая середина Самый мудрый подход В жизни Ну и вообще Так смотри Он что-то там подвинул Видели да Я факел его опустил Что-то там вроде как Дверь какую-то открыл Ладно Сейчас осмотримся А вон Наверное Ну что Дорогая Двинулись Ты приготовила там Свою магию Сейчас развратников Будем гонять Однозначно Во Рецепт Чертежи Эти все Собираем Улучшенное масло Против драконьинов Да Надо будет Давно я не заглядывал В алхимию Что мы можем Там еще Скрат Да И мы поедем С тобой В наше поместье То есть На чем я остановился Надо посмотреть Что мы можем сделать По алхимии Там много ингредиентов Я набрал Может что-нибудь еще Можно скрафтить Правильно же Улучшенное масло Против драконидов Отличное масло Куда-нибудь Куда-нибудь в сторону Отбеги Давай Пошинку Ну Трис тоже Там не хуже нашего Воюет с ним Смотри Она как магия Своей хорошей Сильной Да Им дает Просраться Это другие Помощнее Как А у меня Этот С тобой Отлично Так Надо наверное Этот У меня Стоит В принципе А с Сигерой Вином Еще Предстоит Нам Поработать Ребят Это Сто процентов Так Ух ты Там Какие чертежи Отличный Сон Дракона Клинок Изовиковаро Да Сейчас еще Разживемся Прибытком Хорошим Наверное В этих Каналах Минус Минус У нас Лучше Плюс Два Ой То есть Двухпроцентники Это ни о чем И этот Тоже Да Ну Пятипроцентник Он и выглядит Иначе Совсем Там В принципе Можно Даже И не Смотреть Он Явственно Выражен Нарисован Так Вам Сразу Понятно Что Пятипроцентник Так Тихо Опа Стоять Бояться Так Так Да Неплохо Получается У нас Трис Вместе Работать Мне нравится Да Скорее Скорее У нас У нас Не более Все детали Отлично Делаем Двимеритовая Бомба Но это Обычный Вариант Этой Бомбы Там еще Улучшенный Отличный Потом Найдем Да Она по-моему Эта Бомба Помогает Против Духов Стихии Этих Всех Големов Големов Вроде Шкура Драконида Для брони Потом Однозначно Какой-нибудь Сет Скрафтить Не Конечно Я посмотрел Для себя Ребят Потрясающе Красиво Сделана Броня Кто Модификации Ставит Мы то На консоли Двигаемся Ну кто там Если На ПК Играет Там Такие Моды Есть По броне Мы не пройдем Все напрасно Как мы пройдем Вот же у нас Да У меня Я уже все просветил Дорогая Я все просветил Не переживай Сейчас пройдем Сейчас пройдем Сейчас пройдем Волныши Да Отлично То есть посмотрел Такая броня Мощная Красота Вообще Сеты все переделаны Там И сети Текстуры Замечательные Красиво все сделано Конечно Так что Кто на ПК Двигается Там вообще Курорт Можно различные Модификации Великолепные Ставить Ну что ты Тормозишь Роднуля Пойдем Давай Побыстрее Смотри Какую библиотеку Я нашел Сейчас будем Книгочтением Опять заниматься Мы уже Очень много Книг Прочитали Якобо Воратцы Вероятно И все Редкие Издания Мы вернемся За ними Потом Да Не вернемся Не ну Сейчас наберем Книг Сегодня я уплываю Из Новиграда Помню Наберем Хотя бы Пойдем Надо спешить Не спешить Мы не будем Спешить мы не будем Да Тем более Я все это читал Может Хроники Редани Видите Какая красота Вот Вреданка эльф Супротив того Что можно умозаключить Из его прозвища Ни единой капли Эльфской крови Не только в венах Короля Вреданка Эльфом же Его прозвали За беспримерную Красоту Его А также За его Преклонение Пред всем Эльфским Упомянутое Преклонение Безобидное С виду Могло иметь Ужасающие Последствия Король Вреданк Поправ Все законы И обычаи Взял в жену Полуэльфку Низкородную К тому же Известную Под именем Беатрис Исковера Плодом Сего недолгого И постыдного Мезальянса Явилась Фалька Впоследствии Учинившая Кровавый бунт Супротив родного Отца И хотя Бунт был Подавлен А его Предводительница Приговорена К сожжению На костре Страна Еще на многие Годы Была Ввернута В пучину Смуты Опять же Риданские Хроники Это очень Интересные Книги Как бы Это все Совместить В одну Единую Целую Информацию А вот Еще проход Нужно пробить Это надо Читать Книгу Вы мне Писали Там Какой-то Автор У него Несколько Частей Этой Книги Роман Целый Написал Чтобы Мир Ведьмака Узнать Более Подробно Все Эти Видания Ковер Кайдвен Что там Зерикания Вспоминать Чертеж Айнфер Вырванный Блин Сколько Тут Много Хабара Я Уже Набрал Интересного Кстати Говоря О Птичках Заметили Ребят Чертежей Да Тут Можно Наверное Еще И Отдельно По Каналам Походить Изучить Для себя То есть Посмотреть Что Цельное Найти Потом Проходы День Может Дамаг Даже Тут Имеются В самом Новиграде Там Погулять Однозначно Можно Проникнуть В Каналы Там Может Даже И по Квесту Пройдем Убить Мутанта Зачистить Каналы От Неч Мы же Брали На Доске Объявлений Какие-то Квесты Второстепенные Когда Будем Выполнять Да Все Книги Все Книги Мы Практически Прочитали С вами Обратили Внимание Все Восстановились Сразу Накладываем Ну а теперь Можно Дальше Разруливать Вот так Вот мы Играем Не спеша Очень Тщательно Походим Ох ты Арт Смотри Как арт Работает Вот вам арт Я вам хотел Продемонстрировать Он сразу Закалывает Видишь да Этим Знаками Бывает И Закалывает Опа Подбежал Подпрыгиваешь И добивающий Вообще Красота То есть Для каждого Знака Свои Приемы И добивающий Ну тоже Простенько Очень Воевать Опа И добивающий И добивающий Красота Кстати Этот знак Очень Удачно Использовать Можно Против Гарпии Я так Понял Они вокруг Тебя Когда Кружат Этим Знаком Их Опускаешь Вниз И соответственно Добивающим Уже Закалываешь Потом Попробуем Ну Арт По-моему Я даже Вообще Еще Не прокачивал Кстати Говоря У меня Вообще Не прокачивал Ну Сейчас Огонь Максимально Там посмотрим Какие варианты Еще Интересные Для этого Знака Имеются Изумений Там Какой-нибудь Другой Начнем Прокачивать Квен Нам Надо Прокачивать Потом Боссы Сильные Пойдут Я имею Ввиду Вот эти Секи Контрольные Боссы Нам Надо Будет Прокачивать Я Жив Них Большой Спец Помнишь Холера Как Их Много Обязательно Очистить Так Продолжаем Ребята Отлетли Меня Немного Не дают Спокойно Предновогодняя Суета Спокойно Поиграть Так Да Кстати Говоря Я тут С этими Крысами Три раза Пропал Я просто Уже Не стал И это Соответственно Загрызли Тут Целое Стадо Крыс Бегало Они на уровне Насмерть Моментально Блин У меня Горло Побаливает Там Не обращайте Внимания Короче В процессе Боя Отлетли Меня Продолжаем Она Разобралась С крысами Такое Там Пару Бом Зашвырнул Тут Крысы Целая Стая Крыс Представьте И они Практически С одного Раза Съедали Герыча Учитывая На уровне Насмерть Один Укус И все И ты Труп Меня Три Раза Сожрали Сволочи Так Так И не только Меня Видишь Сколько Шмуров Раз Грозета Да Погрыз О Смятое Письмо Давай Почитаем Юки Господин Вореза Спрашивал Где его Деньги Первое И последнее Предупреждение Или ты Завтра Отдашь Всю Суму С процентами Или узнаешь Почему Господин Вореза Вореза Прозвали Тесаком Да Тесак Еще Тот Типок Да Дерзковатый Гном Я их Гномами Короче Это Естественно Не гномы Мы их Так Называем Карапуз Такой Дерзкий В наколках Мне Кстати Говоря Он тоже Нравится Его Поведение Как Его Сделали Здесь Не Поведение Конечно У него Чересчур Он Там Но Я имею Ввиду Неплохо Как То Его Короче Вы Поняли У меня Слово У меня Просто Горло Болит Очень Сильно Ребят Не знаю Как я Так Простудился Под Новый Год Еще Представьте Неплохо Короче Говоря Сделали Этого Тесака В этой В этой Там Наверху Рычат У нас Видимо Утопцы А если Вниз Спуститься Наверх Мы Успеем Давай Наверное Здесь Пройдемся Ниже Посмотрим Ух ты Какой-то Рецепт Еще Сняли Потом Будем Смотреть Улучшенная Черная Кровь Видите Как Много Хабара Улучшенное Масло Против Призраков Отличный Гриф Чертов Да Конечно Хороший Улов У нас Тело Бледное Иссушенное Так Смотрим Тихо Тело Бледное Иссушенное Бледное Иссушенное Тело Что бы Это Значило Видимо Впереди Не только Развратники Какой-то Более Страшный Мутант Бледное Иссушенное Лишенное Крови Что ли Крови Раны Только В области Шеи И горла О Так Это Вампир Какой-то Раны В области Шеи И горла Тело Иссушенное Бледное Улучшенное Двенеритовое Отлично Это Какой-то Вампир Впереди Нас ждет Ребят Посмотрим Насколько Может Высший Даже Высший Вампир Навряд ли Высший Вампир Это же Человек Навряд ли В канализациях Будет Обитать Это Скорее Какая-нибудь Низшая Каста Вампиров Какая-нибудь Там Экима С Экимой Мы Воевали Вот Отличный Сон Дракона Отличный Чертов Гриб Улучшенное Не хватает Да У нас А дуванчика Не хватает Кстати говоря Улучшенное Видите Да Дуванчика Так Во Улучшенное Масло Против Призраков Можем Скрафтить Делаем Полнолуние Да Тоже Увеличивает Максимальный Уровень Здоровья Ну Пока Эликсиры Не Используем Лучше На Черная Кровь Вампиры Трупоеды Получают Отравление Когда Ранят Ведьмака Кроме Того Их Здоровья Это Уж Чересчур Будет Просто С этих Всех Трупоедов Гонять Они Еще Ранение Получают Представь Выпиваешь Я и так С трех Ударов Он Еще И Ранение Когда Меня Атакуют Будет Получать Но Это Вообще Курорт Так Что Будем Смотреть Там Ребят По Боссам Если Какие-то Сильные Трупоед Мощные Которого Будет Разновидность Мутантов Достаточно Разносторонняя Представлена В плане Фракции Мы Еще Не Со всеми С вами Встретились Даже Поэтому Будем По Мере Необходимости Использовать Различные Эликсиры А тут Скорее Всего Я думаю Вампир Впереди Нас Ждет Видите Тело Бледное И Сушеное Тело Бледное И Сушеное Во Экима Какая Мы Кстати Говоря Уже Встречались Один Раз С вами С Экимой Какой-то Квест Я помню Был У нас По-моему Когда Сеты Искали Да С Экимой Воевали Там Где-то В Пещерах Так 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 Все нормально У нас Подлечиться Мало ли Сейчас Выскочим Ну-ка Ну-ка Низший Вампир Да Я все Вспоминал Как каста Да Низший Высший Высший Это люди У нас Низший Вампир Это естественно Вот эти все Твари А там Экима Еще там Ряд тварей Тоже К вампирам Относится Потом Почитаем Там Бестиарии Надо будет Почитать Так Так Ну где Место Схватки Так Сказать А Друзья Где мы Уже Когда мы Уже Выйдем На этого Врага Мощного Ну 12 уровень Задания Насколько он Мощный Это мы Посмотрим Сейчас Но Экима Вспомните Да Я уже Так Вспоминаю Экима Она Невидимостью Использовала Невидимость Появлялась Прям Резко Рядом С врагом Да Там Надо Аккуратно С ней Воевать Наверное Квен Использовать Или огонь Ну мы Почитаем Мы сейчас Почитаем Если это Экима Конечно Да Экима Да А Катакан Какой-то Ух ты Блин Он тоже Не видел Бодаем Бодаем Ребят Бодаем Он тоже Не видел Ой-ой-ой Это более мощный Чем Экима Ребятки Мои родные Глянь Бородатая Чучела Какой Ё-о-о По-разоте Так Ну-ка Давай Читать 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 Какой Да Мутант Страшный Экима А где Этот Катакан Или как Он назвал Да Чёртов Гриб Видите Чёртов Гриб Короче Чёртов Гриб И масло И огонь Заходим В рюкзак Смотрим Угу Ставим Чёртов Гриб И соответственно Отлично Ну давай Попробуем Так Блядь Да что Что Не успел Сука Давай Давай Он не видит Чёртов Гриб Невидимость Умирает Так Так И огонь Огонь Кстати Блин Какое Словное Чудовище А ты Посмотри Во первых Он побольше По-моему Во первых Побольше Чем И кив Так Сзади Сзади Давай Давай Лучше Защиту Поставь Таёп Отлично Да Как ты Хотела 400 Опыта Ну конечно Не слабо Клыки Вампира Вообще Неплохой Такой Мощный Враг Ну нам Ещё Дорогая Наша Роднуля Помогла Согласитесь Улучшенный Лес Морибора Сейчас Почитаем Я Кстати Получил Интоксикацию Сильную Возвращаем Наши Бомбы Северный Ветер Подлечиваемся Останавливаемся Катакан Милитери Великая Мать Защити Нас От Зла От Когтей Катакана И Носферата Фрагмент Молитвы Катакан И его Более Грозный Родич Носферат Это Воплощение Людских Страхов Он скрывается В тени Подпитается Кровью С виду Напоминает Огромного Нетопыря Только с длинными Клыками Еще более Длинными Когтями И словно Этого Мало Вдобавок Еще умеет Становиться Невидимым Да Без 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 Что Надо Кстати На Аким Один В Один Только С Черной Бородой С Три Чучела Какое И Побольше Ростом Лунная Пыль Да Тут Ирден Даже Можно Ирден Кстати Я вообще Еще не Прокачивал Ну и так Неплохо Справились Ну все Я так понял Сейчас уже На выход Мы двигаемся Да Ты что Девочка Моя Уснула Или тебя Экима Заколдовала Катакан Наложил Чары Интересно Так сделано Да Теряет Невидимый То есть Наоборот Невидимость В своей Пользуется Появляется Прям Как раз Рядом С врагом Поэтому С ним Аккуратно Ну в основном Я так понял Основной Ну то есть Знак Лучше Использовать Конечно Да Огонь Хороший Знак Но тут Наверное Все таки Больше Поспособствует Квен Защита Да Потому что Если Когда он Резко Появляется Рядом С тобой Сразу А если Еще Квен Прокачать Для того Урона Что Наносит Противнику Врагу Урон То Вообще Можно Работать На ура Так О Отличное Масло Хорошо Тишина Думал Может Еще Что Нем Сделаем Да Конечно За основные Сюжетные Линии Очень Много Дают Опыта Что Нам Сейчас Самое Необходимое Это Побольше Опыта И Уровень Поднять Быстрее Да Сколько Можно Таскаться По Подземельям Да Если Ты Знал Кто Нам Там Постричался Старая Калоша Дерево Прогнило Паруса Драны Как Старые Портки До Ковера Доплывем Если Только Не Будет Штормов Я Дам Знак Остальные Помочь Я могу Сыграть На скрипке Или Сбегать За цветами И шоколадкой Ты к чему Вообще Что ты несешь Да Не лезь не в свое дело Вот везде Ты постри Только не говори Что ты не будешь Умолять Трис Чтобы она Осталась Тебе то какое дело Лысый Люблю Люблю Романтические Истории Особенно Со счастливым Концом Они же Он все Геральти Заметили Знает Так ладно Все слушаю Блин Еще и охотников Не хватало Ну Начинается Ладно Сейчас Разберемся Все Герасий Не знает Где Куда Он не зашел С кем Встретился С кем Пообщался Ладно Надо разбираться С этим Да нас там много Сиги Ройвин Трис Я думаю Справимся Толпы хватает Так сказать Так ребят Сейчас иду на помощь Подожди Бомбу давай Опа Отлично Опа А все Да Великолепно А плюс еще Охрана Сиги Ройвина Ух ты Пятнадцатый уровень Пятнадцатый уровень Поздравляем ребят Спасибо Я никогда не забуду Что ты для меня сделал Слушай роднуля А ты что Вместе с ними что ли уезжаешь Что у нас было Да какой прощай Конечно останься Дорогая Я только Так сказать Проникся Теплотой И любовью к тебе Моя дорогая Крайне мере И любимая Трис Как это не сейчас Ну че Ну ребят Я так не играю Как это был шанс У нас только все Начинается Девочка моя Только все Начинается Я люблю тебя Ну конечно я люблю тебя Надо уже Быть до конца Откровенным Люблю тебя Госпожа Мерегольд Мы отдаем Концы Ну Ну Ребят Я так не играю Зачем же я так старался Вкладывал душу Так сказать Да Ну ладно Сиги Давайте узнаем Почему его так интересует Может какую-то предысторию Расскажешь Какого хера Ты так интересуешь Самоиме Какого хера Да Если я скажу Что ты мне симпатичен Что я хочу тебе добра Ты мне поверишь Нет Не поверишь И правильно Ты просто должен держаться Подальше от политики Я это знаю Ты это знаешь Что важно Рис тоже Но твоя вторая возлюбленная Нет Она снюхалась с Нильфгардом А ты как всегда Пойдешь за ней И может быть Тогда мы окажемся По разной стороны баррикады Мне бы этого очень не хотелось Ну тоже У каждого свои цели Видишь Ну конечно Выгоднее Чтоб я стрелся Поговорим о ближайшем будущем Ааа Так Так Геральт Повернись Я не настроен шутить Да нет Серьезно Повернись Ох ты моя девочка Дорогая Любимая Какой подарок Под Новый год Ребят Смотрите Какая красота Молодец Правильно сделала Спасибо Хорошо что Женщины Да зачем Женщины перемещены Спасибо тебе Поблагодарю Да не то что тут Даже спасибо вообще Что-то как-то разработчики Какое спасибо Вообще неуместное какое-то И исчезаю Меня уже нет Пойдем отсюда Куда-нибудь Откуда видно корабль Вот так-то ребята Ура Поздравляю вас Девочка со мной Моя осталась Я так расстроился Думал все-таки Не получится Видишь как Видимо Повлияло Вот это вот Отношение к ней Когда я люблю тебя Я ей сказал Да Там же ряд Вариантов диалоги Другие были Если бы выбрал другой То там не факт Что она бы вернулась Так что Вот Дальше продолжается Маяк Сейчас наверное Ладно Давайте посмотрим Ну да Я так и думал Какое-нибудь Романтическое свидание Во Кстати Маяк любви Назовем серию Да Наверное тут сейчас Свидание у них будет Ладно посмотрим Маяк любви Теперь ты их не поймает Да роднули Не поймают Можешь выдохнуть Правда Ты прав Просто я никак Не могу поверить Что все уже кончилось Я мечтала Об этом месяцами Давайте заботу проявим Что Перестанешь Подставлять шею За других Позаботимся вначале Нет Рис В Новиграде Не осталось Ни одного Чародея Но есть Ты Я Сумею себя Защитить От Кикиморы Грифона Бруксы Но не от Дикой охоты Тебе и Цири Еще понадобится Моя помощь И я буду с вами Ты так себе Это представляла Нет Я представляла Что буду на корабле Вместе с остальными А ты Самая большая Будешь махать Мне с берега Платочком Надеюсь Ты не жалеешь Что Дело повернулось Иначе Говорят Ковер Красив В это время года Но Все таки Я выбираю тебя Неудивительно Я в это время года Тоже Довольно красив Да Может мы еще Отправимся туда Когда все Кончится Так Так Правда Мне кажется Ковер Ковер Это край мира Ну Наверное Отправимся Конечно Отправимся Я вообще Не знаю Где этот Ковер Что это За место Видите Как тут важно Знать все эти места Предысторично И всякие другие Скучные вещи На Б Да Но также Балдахины Бальзамы Безе Ты бы мог Отыграться За все эти годы Когда спал по кустам И мылся В горных ручьях Звучит Соблазнительно Но мне ведь Не обязательно Отказываться От ведьмачьего ремесла Нет Ты бы мог Иногда брать Заказы На разных чудищ Чтобы не выйти Из формы Только не слишком Опасные Чтобы я не очень Волновалась А я бы тебя ждала Видите Как уже Семейные Будем Обсуждать То есть Все серьезно Все серьезно Закручивается Можем обойти Без свечей И без постели Ну Куда ж без этого Точно Правильно Я кстати Подобрал Название серии Маяк любви Ребята Да Достиг Герасим Своей цели Все у нас Получилось Так как я хотел Именно этого Я и хотел У нас Основная Задача была До конца Уже С Трис Продолжить Все наши Отношения Замечательная Замечательная Трогательная История Продолжается Смотри Они посылают нам сигнал Они А К Б Э. Хл. Хл. Хлагбар. Никакого смысла. Ну вы поняли, чем они там занимаются, это код. А ты чего ждал? Девушки отдыхают. Спасибо, Геральт, за это. И за то, что ты сказал мне в порту. Я должен был сказать это уже давно. И что теперь? Боюсь, для... Они жили долго и счастливо, и еще слишком рано. Ну да, еще у нас очень много дел впереди. С этим я соглашусь. Будет еще время и для долгой счастливости. Не, ну я не думаю, что они растут. Они же понимают, еще у нас много... У Геральта там все-таки цири надо найти и все остальное. То есть я не думаю, что тут какой-то завершающий этап. То есть продолжим однозначно наши отношения. Правильно же? Там, как тут будет в игре представлено, там видно будет. Минуту назад у тебя было совсем другое настроение. Пшшшш... Огонек погас. Не беспокойся обо мне, Геральт. И умоляю. Береги себя. Я поеду искать цири. Я уже близко. К ней или кому-то, кто знает, что с ней случилось. Где мы встретимся? Мне приходит только одно место, где рады ведьмакам и чародейкам. Кайр Морхен. Я давно там не была. Итак, до свидания. Я буду скучать. Очень. Они, смотрите, все в Кайр Морхен он их отправляет. Видимо, какая-то основная заварушка будет в этом замке, где мы начинали игру. Вспоминайте, Кейру Мец, он тоже. Иди прячься в Кайр Морхен, когда мы разрули по коломницам квест. Вспоминайте, ребят. Тоже же отправил в Кайр Морхен. Все ведьмы там, наверное, соберутся. Может, это такой основной сюжет. Это же, конечно, домысливый, но вполне возможно. Так, что там? Дикстра. Дикстра. А ты, блин, это... Он что, подглядывал, что ли? Ничего от вас не скажет. Не отстанет от нас никак, а, ребят? Не угомонится. Ты хоть от меня отцепишься? Да, отцепишься. Хоть когда-нибудь. Дашь мне спокойно вздохнуть. Когда ты станешь, мне не нужен. Да, у него свои цели на Геральта, да? Свои планы... Тебе не кажется, что сейчас не самый подходящий момент? Мы с Трис только... Перестань, Геральт. Давай послушаем. Ведьмаки совершенно бесчувственные существа. А у меня к тебе срочное дело. Я же вам говорил, что не закончена работа на Дикс. Как ты думаешь? Сколько чародеев мы спасли? Всего? Не знаю, не считал. Около тридцати. А сколько их осталось на Севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? Две тысячи три? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев? В Ринбе? В Бонарде? Арткарайге? В Кулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого. Включая Янефер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовида. Ух ты! Не загнуло ли? Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чароди? Не перебираешь ли ты с такими желаниями и ценами? Но разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования... Слышали, да, что он сказал, ребята? Симптом более серьезной беды. Против короля решил быть. Редание и правит сумасшедший. Я служил отцу Родовида Визимиру. Двадцать лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами — для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось. После долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак... Да, тут, смотрите, целая предыстория, да? Родовида Визимиру. Скорее уж безмозглый. Ты поможешь... Ну, у него свои тараканы, вы помните, мы с Родовидом пообщались. Кстати говоря, он отчасти прав. Я не убиваю королей. Не убиваю королей, что бы там ни говорили. Ну, это, конечно, опасная у тебя мысль. Я не хочу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Череваты нехорошими последствиями. Дикстра, может ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля — это тебе не заказ на накера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтоб плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Слушай, там целая команда собралась, да? Прощай, я ведь. Он, наверное, этот план уже давно вынашивал, да? Просто не стал заранее... Так, Герасим, а ты чего у меня босой? Сапоги забыл надеть. Не стал заранее Геру посвящать. Нашел подходящий момент. Не, ну интересно закручивается сюжетец, а, ребят? Видите как? Дикстра не так-то прост. Но короля Родовида мы, наверное, уже будем с вами, ребят, убивать в следующем году. Так, а где это я? Это у нас скелик. Кстати, скелик еще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok